Если готовить, то только с настроением, а еще лучше поднациональные песни, считает Элио Капиелло. Свою жену Оксану он впервые встретил в Милане еще в декабре 1999-го. Девушка уехала на отдых в Италию, а после решила остаться и устроилась работать в русский ресторан. Она работает там, готова борщ. Здесь очень вкусно борщ. В Милане мама моя, я кушала. Она там, я каждый день там борщ. Так завязались отношения кореновой итальянцы и русской девушки. В Италии они прожили до 2012 года, а затем в стране начался кризис. И пара, которая на тот момент уже воспитывала первенца, переехала в Уфу, начав здесь новую жизнь. Оксана считает, что за время, проведенное вместе, они с мужем многому научились друг у друга. Что у них хорошо, что мне очень нравится. Если что-то есть, они не любят, например, у нас какие-то комплексы, мы что-то не говорим, стесняемся, там мужу сказать. Вот там, например, он неправильно себя повел для меня, я молчу, не говорю, не говорю, не говорю, коплю, да, это же все копится. И потом оно в такую бомбу превращается. Я помню, когда первый раз это случилось, он такой, у меня смирится, ты ненормальный. Я говорю, почему нельзя так долго себе вот это хрен. Если что, то надо сразу. Сейчас у пары растут двое сыновей, Якопа и Джереми. Сами Оксана и Элио занимаются бизнесом. В своих ресторанах они знакомят взыскательную уфимскую публику с итальянской кухней. А секретом своего счастья и крепкого брака называют умение разговаривать. Говорим. Он тут надо разговаривать больше. Понимаете? Когда есть проблема, нужно говорить. Можно говорить, простите, можно я ошибка. Ильсия Армхиддинова, Ильдар Гореев, Столичное телевидение, Вся Уфа.